Глава Сергиевского района Анатолий Якомасов продолжает встречи с жителями периферийных поселений. Так, во вторник, 19 сентября, руководитель муниципалитета побывал в двух селах – Старая Дмитриевка и Липовка, где земляки озвучили довольно много разноплановых вопросов. Однако большинство из них относились к категории общественные. Эти вопросы похожи, они были в Старой Дмитриевке, в Липовке. Но, наверное, такие встречи нужны для того, чтобы жители, во-первых, скучают по районной власти, видят нас только по телевидению, но когда происходит такая прямая речь, прямой разговор, в большей степени приходим к согласию и приходим к тому, что совместно нужно приходить к решению каких-то проблем. В Старой Дмитриевке подняли темы восстановления плотины, перекрытия крыши в бывшем здании школы, восстановление молебного дома, а также проведение Дня села. В Липовке ключевым стало обсуждение открытия отдельного помещения для культурного досуга, так как несколько лет назад из-за аварийного состояния здание местного дома культуры и школы было закрыто. Теперь активным жителям негде собираться, а желание проводить различные мероприятия, а также плести маскировочные сети для наших бойцов велико. Я очень рада сегодняшней встрече, потому что вот этот вот диалог получился, где мы могли задать вопросы в дружеской такой обстановке. Радуется, душа прям радуется, что выслушали. Конечно, будем ждать, когда нам что пообещали. Я думаю, что этот вопрос решится. Отдельное внимание на встрече было уделено значимости общественности в диалоге с властью. В ближайшее время к жителям Старой Дмитриевки и Липовки приедут специалисты проектного офиса для того, чтобы совместными усилиями разработать проекты по благоустройству. В дальнейшем подобные встречи главы района с жителями поселений будут продолжаться. В пользу, которую я лично вижу, моя команда, мы сверяем часы, как мы движемся в каждом населенном пункте. И, безусловно, это только самое начало, и дальше будем двигаться по территории Сергийского района, по многим населенным пунктам. Дарья Колесова, Антон Иванов, телерадиокомпания «Радуга-3».